приветствую мои дорогие зрители сегодня вот может не слышно на телефон но я слышу что метров 50 отсюда затарахтела двадцать пятка соседа моя-то тут отдыхает джоник рядом а что это значит что сосед начал круиз по огородикам по сбиванию ботвы картофеля так что мне надо идти готовится 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 к съемке потому что 25 к пойдет шуршит шуршит у него там немного потом поедет на мой огородик и дальше по кругу ему работы на целый день работяга летит 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 поближе немножко вкратце о технике и все маневры маневры завелся будет пристраиваться и первая образа задача не низко сбить ну чтобы она обсохла больше не росла это ботва картофельная потому что видите она такая тут уже повалившись в этом году очень долго не косили потому что надеялись что что-то еще выдаст картошка ну довольно плохая получилась засуха не могла расти ну росла сколько росла вот но уже подходит сентябрь на носу я еще зреть без ботвы обсохнуть всему а потом будем копать вот так первая борозда немножко пыль немножко все почему он едет за дым потому что ботва уже лежит не растет а лежит если ехать передом тогда это все затопчется и вообще но будет смысл но мало лучше задом ехать так будет как бы лучше качество работы он уже приловчившись не останавливается по другу разворачивается всякая трава наросла еще бы немножко ботва зеленая но но если переждать может пойти фитофтора в картошку и тогда она не будет храниться а гнить так надо отбегать безопасное расстояние а то эта машинка может так глаз зарядить при безлада и без камеры останешься ну тут я молчу потому что рассказывать нечего маневры 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 пока он может радиуса хватает развернуться на ходу потом надо будет поднял потому что начале борозды немножко подъемчик трактор после этого конечно сразу на мойку наверно ветер будет мешать потому что фотоаппарат чувствительный ветер сегодня такой не сказал бы что слишком большой но поддувает сначала думал на эту камеру начинать снимать потому что безопаснее подальше стоять если отрывается цепь от этого агрегата летит так что и не найти заодно и штатив новый который я уже снимал немножко протестировать у него немножко устает Вот так вот ездил, потому что, наверное, выскочил, гораздо не спешил, но это ничего страшного. Вернется назад и опять вперед. Ему, кажется, едет на третьей передаче, летит довольно быстро. Говорил, ему сегодня тут работы еще полдня точно. Еще несколько огородиков в общей сложности под полтора гектара. Что сделаешь? Что надо, то надо. И под конец, наверное, я его приторможу, чтобы не спешил, я и расскажу про тот агрегат, которым мы косим, сбиваем ботулу. А мы говорим, косим, сбиваем, это не важно. Ну вот, примерно 7 минут. Осталось ему сюда приехать, развернуться. И одна борозда, наверное, не парное число мне тут в этом году посажены. Разворачивается задом, не переключает сцепление, потому что, ну, раскрутить такой агрегат, ну, рыбок на трактор. Зачем это надо, если есть место, где разворачиваться? Все. Да, вы скажете, довольно высоко сбито, но через дней 10 это все высохнет. И если трава еще будет зеленеть, ну, которая будет отрастать, тогда можно еще тут проехать окучником, поднять чуть-чуть борозды, и она присыпет землю. И земля станет лучше рассыпаться, когда будем копать картошку. Ну, если не лень будет, хотя копать эта вся трава не мешает. Она высыхает на солнышке, ботва, если, ну, верхушки обрублены, она уже засыхает. И так постепенно, ну, и картошка зреет там под землей. Вот так и поле сделано. Ну, и варил где-то примерно 7 минут. Ну, вот, работа закончена. Хозяин немножко занимается уборкой трактора, потому что, вот видите, даже всякая чепуха на двигателе налипше. Ну, и кратце об этом агрегате. Конструкция очень простая и элементарная. Вот тут наверху редуктор. От какой-то немецкой техники. Какой? Понятия не имеем. Кардан на волн. Плита вырезана. Ну, три точки подвески. Редуктор, выход его. И такой вот на редуктор еще одна плита поставлена. И на ней просто две цепи прикручены. Чтобы, ну, от навозника Роуд-4, чтобы перекрывало ширину трактора, то есть метр сорок. Надо очень следить, чтобы длина цепей была одинаковая. То есть считать звенья цепи. Потому что если что-то отлетает, тогда такой дисбаланс, что колбасит весь трактор. Видите, какой трактор красивый. Весь покрытый травой и грязью. Это он еще высоко брал и косил. А если бы ниже, так еще все стекла были бы залеплены. Ну, все просто и элементарно. Почему нет опорных катков? Да, они не нужны. Потому что регулируешь высоту гидравликой. Чуть добавил, чуть унял. И зачем еще что-то усложнять с конструкцией, когда этот агрегат довольно легкий и простой. Раньше, когда больше картошки было, я подцеплял к своему. Потому что диктар это время занимает. Ну, после этой работы, сами видите, какой трактор красавец. Чистенький. Особенно левое колесо. После работы, там, керхером, надо час поработать, чтобы отбить эту грязь. Если сразу не помыть, ну, присохнет так, что зубами надо грызть. Ну, и нету смысла мне перецепляться, если 7 минут работы. Примерно столько же времени занимает перецепиться. Вот сейчас он у меня закончил. И попрет по огородикам еще вперед. Ну, вот на этом всем спасибо. И до свидания. В следующий раз, может, если будет погода, когда будет? Через дней 10, через 2 недели. Все тут подсохнет. Надо будет подцеплять копалку и смотреть, что тут у нас в этом году выросло. Ну, прогнозы не очень, потому что засуха. И довольно серьезная засуха. Вот так вот. Ну, пока. Все. До свидания. И до новых встреч.